В городском совете решают, как Белгород-Днестровский будет праздновать 70-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Мы проводим одни и те же мероприятия, это порядкование на могил, волонтерское движение, которое мы постоянно, у нас оно есть, оказывает непосредственную помощь именно с ветеранами войны. Также мы будем проводить мероприятия, но еще не определились, будет ли это встреча городского головы или не будет. Ветеранов для возложения цветов к мемориальному комплексу подвезут на транспорте. К этой же дате ветеранам помогут решить некоторые медицинские и социальные проблемы. Помимо этого отдел культуры готовит музейную экспозицию. На мемориале славы, то есть ее обновить, там у нас сейчас экспозиция по Афганистану, мы ее переделываем полностью под освобождение города. Однако в программе, кроме традиционных мероприятий, появляются те, которые не имеют отношения именно к этой дате. Например, награждение почетного жителя города или выставка прикладного искусства. Мы подготовили мероприятия, которые проводятся традиционно на день города. Если в Шанвайне почетного громадянина, то, наверное, логично это делать на день независимости, день государственного прапора. Если это связано с государственностью, с независимостью, город определил почетного громадянина к 70-летию Великой Отечественной Победы. Это фото-выставка ветеранов. Я не знаю, чего вы ее не использовали к 70-летию в Парке Победы, когда декоративно-прикладного не умаляют достоинства ничего, но это немножко не к теме 80-летия. В итоге заместитель мэра Татьяна Мунтян предложила полностью пересмотреть подход к мероприятию. Мы должны дать, отдать дань ветеранам Великой Отечественной войны, тем людям, которые остались у нас здесь в городе, тем родственникам, которые живут в городе и имеют погибших. Ну, логика говорит об этом. Я не знаю, как вы их... 70 лет назад, 22 августа 1944 года, Акерман был освобожден от румынских войск в ходе десантной операции по форсированию Днестровского лимана. В этом же году городу присваивается название Белгород-Днестровский. До памятной даты еще почти два месяца. А это значит, есть еще время подготовиться. Александра Чумаченко, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ.